Мама и дочери обедают в летнем кафе. Устроили себе отдых. Специально не взяли мужскую половину семьи, папу и трех младших братьев. В этой семейной ситуации, казалось бы, ничего обычного нет. Ангелина не родная дочка Елены. Вместе со своей мамой она приехала из другой страны. Но женщина скоропостижно скончалась, 16-летняя девушка осталась одна, без документов. Российская система помощи предложила Ангелине так называемую ресурсную семью. Ее не взяли под опеку, не удочерили, временно дали возможность пожить в семье, а не в социальном центре. Она такая добрая. Знаете, когда с ней кто-то начинает общаться, как будто она такая колючка. На самом деле она такая ранимая, и она так старается это скрыть. И мне кажется, вот в этом ее какая-то такая милость. У Елены вместе с Ангелиной семеро детей. Специально не уточняет, сколько из них родных, а сколько приемных. За всех отвечает, значит, все свои. Ресурсная семья – это временное решение, пока не определилась судьба ребенка, внезапно оставшегося без родителей. Когда приходит ребенок, ты уже изначально к нему немножко относишь так, как будто он к тебе в гости. И, соответственно, ты и выстраиваешь с ним отношения. И ты можешь с ним говорить о том, какая у него дальше будет жизнь. После разговора о жизненных планах, ближайших целях, Ангелина успокоилась. И теперь с новой мамой подумывает об удочерении. Ей хорошо в новой семье. А еще чувство юмора у них совпадает. Смеются над шутками друг друга. Я хочу сдать экзамены, восстановить документы после утери и поступить в колледж, получить хорошее образование. А с семьей, в которой сейчас живешь, как общаться планируешь? Все хорошо. Планирую дальше здесь быть, продолжать жить все вместе. Ангелина с новой мамой и сестрой пришли в парк Раздолье не случайно. Здесь устроили большой праздник для приемных и опекунских семей. В какой-то степени Ангелина с Еленой – первопроходцы. Проект с ресурсными семьями реализовывался в Подмосковье в пилотном режиме. За это время 14 детей в Одинцовском округе прошли через такие семьи, а не казенные учреждения. С июля месяца этот эксперимент будет уже внедрен во всей Московской области. И это позволит сократить количество детей, которых временно по тем или иным причинам помещают в организации. Наше общество и государство старается помочь всем детям, оказавшимся в беде, чтобы дать им то, что нужно каждому ребенку – заботу и любовь. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.